привет всем друзья нахожусь на площади конституции перед радой и происходит сейчас митинг хопов за права субъектов частного предпринимательства просту говоря за права человека за права тех кто кормит себя и свои семьи самостоятельно за права тех кто не просит субсидии за права тех кто кормит в конце концов тех паразитов и тех засранцев которые сидят сегодня в ради почему я так говорю история вопроса следующие частные предприниматели работают на едином налоге приблизительно с 2004 если я не ошибаюсь года когда виктор андреевич ющенко тогда будучи президентом ввел единый налог для мелкого и микробизнеса работали прекрасно люди занимались люди какой-то бизнес свой основали какой-то расширили довольно удачно неудачно по-разному работали но кормили себя кормили свои семьи при этом не забывали кормить страну потому что исправно платили налог и вот пришли к власти вот это вот шайка не знаю как еще там по-другому назвать ведьминцев компания вот и они надумали сделать следующее им кажется что все невзгоды в государстве отсутствие денег которых украли наверно я не знаю где эти деньги делись и вообще все 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 плохое что происходит это видимо происходит все таки по мнению гетьманцева его компания происходит именно из-за по вине флопов частых предпринимателей то есть они надумали физка первое фискализировать налепить этих кассовых аппаратов предпринимателям и второе они решили расправиться с единым но система единого налога таковой вообще потому что им кажется что системе единоналожники завозят товар завозят еще что-то занимаются контрабандой не показывают прибыль и так далее и так далее ну на это что что можно на это еще сказать извините если у вас кто-то что-то завозит какую-то контрабанду так это так ловите так ловите и давайте работу правоохранительным органам пускай не берут взятку а ловят контрабандистов то у вас получается так вы под предлогом того что там розетка или еще кто-то большое крупное разбивает свою деятельность на 5000 мелких предпринимателей выплескиваете ребенком вместе с тазиком из воды из тазика вместе с водой то есть они под этот шумок решили грохнуть всех предпринимателей туда же прикрыть их но извините меня а чего вдруг люди должны закрывать свой бизнес потому что какой-то проходимец о котором завтра никто не вспомнит кто он такой что он такой вот вы помните тех министров которые там были при ющенко при януковича тоже их фамилии никто не вспомнит также из-за этого вот зеленых этих никто их не вспомнит кто оно такое что оно такое но что она может сделать она реально может оставить без работы людей которые которые кормили не только себя но и кормили страну нашу вот как результат сегодня мы имеем совершенно драконовский законопроект в отношении хопов который фактически их ставит на грань выживания если не за гранью и который отдает рынок и не имею ввиду базары или или рынки я имею ввиду рынок услуг прежде всего отдает в руки крупных компаний крупных игроков которые конечно же только рады уничтожению мелких конкурентов вот что происходит ну люди конечно возмущаются особую особую особое внимание у людей конечно вызывает фигура этого шлепера гетминсова че как его там зовут с ним связывают чтобы понимали что это за персона значит с ним связывают кто-то помнит вот были эти игральные автоматы вот этот парижняки вот эти космолоты или так далее вот с ним связывают кстати чтобы понимали кто это такой то есть чучело которая владела или косвенно владела или имела отношение космолота вообще-то бандитская какая-то контора было а теперь она нам рассказывает как мы должны жить как пытается нас учить и так далее но извините а почему ты не хочешь спросить у олигархов где деньги например да и это его не интересует у олигархов это что священная корова разве можно и о чем-то спрашивать даже нет почему ты спрашиваешь только у участников предпринимателей и решил построить именно их хороший вопрос ну это все риторические как бы дела риторические вопросы что будет пока что непонятно люди стоят демонстрация сейчас только началась и они здесь будут стоять по всей видимости два дня чем это все закончено сказать очень сложно я например пессимистичен крайне потому что вот эта шобла которая сидит в раде которая туда попала непонятно как вообще под именем зеленского то есть набрали того попало казалось набрали изрядное количество жуликов проходимцев и вообще неизвестно кого и вот этим вот это шуме которое волей случая туда попало в раду она сейчас ускоренными темпами пытается зарабатывать деньги для тех кто их туда послал для хозяев своих кто ими являются наши дорогие олигархи вот и по ходу дела исполняя их указания сами зарабатывают бабло и пытаются уничтожить конкурентов своих олигархов то есть хотя бы на мелком уровне вот уничтожают пытается уничтожить предпринимателей выйдет ли у них я не знаю скорее всего конечно что выйдет вот уничтожит и все чем все кончится ну кончится тем что люди одно из двух или восстанут или уедут из этой страны очень все кончится да это пессимистично я честно говоря ничего хорошего от этого правительства уже не вот честно я не вижу знаете их очень много раз видел здесь на входе общался лично с некоторыми особями назовем так там глазах ничего человеческого нет вообще вот если глаза рыбы с которой ты говоришь мутные глаза рыбы тухлой понимаете которые по барабану люди которые по барабану что с ними происходит так вообще им на все плевать они на своей волне они с нами здесь нет ребят реальных с нами нет они они живут на своей планете они с нами не берутся полетил кипалки они с нами вообще не пересекаются понимаете то есть пока что я пессимистичен по поводу вот всего что здесь происходит ну посмотрим еще но пока что пока что так добра в продолжении продолжение этого митинга сниму на расчет какое-нибудь видео если будут какие-то результаты или что-то придут какие-то новости из верховной рады ну посмотрим может быть может быть что-то будет хорошее ладно пока 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 оставляю оставляю вас здесь на довольно печальной ноте довольно пессимистично минара слышите как там все гудят размещаются пока же это все как мертвому припарка всем привет до встречи